всем 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 привет ребят в сегодняшнем ролике мы с вами поговорим обсудим посмотрим наш магазин снаряжения вот по нему же у меня был первый обзор когда только все выводили но сейчас немного поговорим более конкретно более так сказать по цифрам немножко посмотрим прям сильно мучить вас расчетами я не собираюсь визуально в принципе думаю это все и так будет понятно и так всем приятного аппетита и приятного просмотра мы соответственно начинаем сейчас нам нужно будет конечно со временем сейчас здесь попрыгать по базам потому что я тоже как вы тестирует все на разных базах просто смотрю где что то есть беру разные снаряжение разных цветов так сказать вот ну и просматривая это все пытался понять все таки какой же будет лучший вариант и вообще в целом что же вам порекомендовать что приклад даже себе и так ну на этой базе у меня есть пока одно я взял себе вот оранжевый уже накопил себе меч 0 оружие в принципе вот ну и пока еще три 100 и жестяночки а что у нас здесь ну у статы в принципе у вас сейчас на экране вы это видите да то есть атака тактическая такая повышение урона от обычных атак то что сейчас в принципе открыто что делать ну начнем в принципе на я думаю с золотых самых сильных и уже дальше будем идти по так сказать мере в обратную сторону что у нас здесь но во первых у нас по золотым есть комплект вот что значит есть то есть есть бонус от комплекта то есть если вы собираете все опять снаряжение оранжевого цвета вы получаете бонус бонус соответственно у нас идет вот здесь у нас расписан то есть за 2 оранжевых такой бонус 3 4 и 5 соответственно вот то есть каждый бонус будет открываться в зависимости от количества ваших снаряжений соответственно в комплекте вот поэтому ну не могу сказать что прям безумно классные здесь бонусы разве что когда только полный комплект когда у вас уже наносим урон еще и плюс пять процентов все остальное принципе защита так и скорость битвы мало значительная поэтому в принципе толку от того что вы там нацепить 4 из 5 будет немного но будет конечно а вот фиолетовый к забегу сразу такого нет фиолетовый можете собрать комплект одеть по улучшать его даже но такого бонуса вы не получите вот что здесь самое интересное самое важное в принципе я уже немного писал у нас в телеге то есть там некоторые расчеты цифры а вот 6000 у нас жестянок стоит по сути один одно оранжевое снаряжение понимаем да то есть 6000 чтобы его улучшить на смотрим на прогресс нам необходимо еще два таких же дубля вот и соответственно детали экипировки 50 штук замечу здесь сразу что у нас да мы сможем выбрать бонус то есть для какого вида войск вот здесь нужно будет посмотреть какой бонус в плане посмотреть я имею ввиду сколько там добавится атаки либо еще чего-то для какого вида войск но это я сейчас покажу на фиолетовом почему посмотреть потому что мне кажется что на оранжевом должно быть бонус вот этот вот который мы сможем выбрать для какого вида войск он должен быть немножко больше но это мое предположение но было бы логично нет смысла делать бонус такой же как у фиолетовый фиолетовый этот бонус 10 процентов если здесь тоже будет 10 процентов то ну как говорится ладно что поделать итак мы из обычного оранжевого получаем улучшенное оранжевое снаряжение появляется вот такая вот звездочка это улучшенная у нас улучшаются базовые три статы открывается одна дополнительная и 1 остается еще заблокированы это то в принципе о чем я говорил в первом видео по данной теме то есть если у нас фиолетовая там только одна заблокированная при улучшении она открывается и все то в оранжевый мы предполагали что возможно придется два раза разблокировать ну то есть два раза улучшать и так она в принципе есть то есть улучшая один раз мы еще не получаем все максимальные статы да то есть у нас все пока вот здесь получается что нам нужно будет потом еще раз улучшить и еще раз улучшится все статы откроется последняя поэтому на этой базе на основе я буду пробовать одну оранжевую улучшать до предела но вот чтобы вам показать самому посмотреть что она из себя все представляет что по затратам ну давайте посмотрим вот даже банально наш меч да то есть нам нужно еще два таких же оранжевых меча это еще два раза по 6 тысяч жестянок это 12 нужно детали экипировки вроде недорого стоит всего лишь 100 жестянок но здесь нужно 50 штук а это соответственно уже как бы немало понимать да это еще 5000 жестянок то есть по сути чтобы улучшить одну оранжевую детальку снаряжения для героя уже не знаю как их правильно назвать нам по сути нужно 12 еще плюс 5 17 тысяч жестянок вот не забываем что у нас снаряжение оранжевая и фиолетовая тоже а можно купить только один раз в день да то есть каждый день обновляется магазин поэтому не получится так что вы там насобирали необходимое количество и сразу купили еще два оранжевых меча нет каждое снаряжение по одному разу в принципе ничего сложно просто растягивается то все на пару дней вот после этого мы соответственно получаем улучшенное снаряжение оранжевое и соответственно нам нужно будет его еще раз улучшать и вот здесь вопрос которую я как бы смогу дать ответ немножко позже когда посмотрю это все дойду чтобы улучшить улучшенное снаряжение нам нужно улучшенное снаряжение использовать в виде дублей или нет вот тут как бы момент то есть если дальше мы там не знаю у нас уже будет меч со звездочкой и мы его будем как-то улучшать не знаю меч с двумя звездочками допустим нам здесь нужно будет тоже мечи со звездочкой или просто обычные которые сейчас здесь есть это все на самом деле упирается просто в количество потраченных жестянок да то есть если нужно будет даже хотя бы один здесь улучшенный со звездочкой то по сути нам нужно создать два таких нос понимаете да то есть это по сути надо потратить 18 тысяч жестянок еще плюс 5 это в принципе 23 тысячи жестянок на еще один улучшенный вот это если он нужен будет один а если нужно будет два улучшенных то соответственно ну в общем попадаем мы очень жестко на жестянки а вот тут конечно нужно будет смотреть после этого от как я понимаю меч соответственно ну или за оранжевое снаряжение становится максимально улучшенным открываются все дополнительные статы и насколько я понимаю насколько мы смотрели в предыдущем видео описание то есть еще возможность уже возможно либо на финальном улучшении либо после этого еще раз улучшить снаряжение до уже универсального героя так сказать универсального героя имеется ввиду что вы уже окончательно выберите себе для какого героя вы это делаете там какой-то еще нужен будет материал которого я пока не вижу возможно это все в перспективе этого еще возможно нет но как говорится поэтому я и буду топить одно снаряжение до упора чтобы все это вам показать вот и вот тогда уже когда вы его улучшите до конкретного снаряжения героя во всяком случае как даже разработчики пишут ваше снаряжение поменяет вид на где-то вот здесь написано открою вам поменяет вид на оружие вашего героя так как бы условно я сомневаюсь вот ну в общем вот это вот финальное типа именно или какое-то снаряжение уже будет конкретно под одного героя и тут нужно будет очень осторожно потому что его уже потом снять переодеть на другого героя не получится вот он скорее всего не налезет вот вот таким вот образом она будет какие-то будут бонусы что это будет давать еще нужно будет конечно же посмотреть мы это все бои сами постепенно делать по мере того как это все будет недоступна вот ну и соответственно посмотрим это все по золотому одному и посмотрим чего оно стоит соответственно посчитаем это все уже более подробно и так далее ну то есть и не забываем да то есть в среднем здесь сейчас даже взять одну оранжевую и сделать из нее улучшенную вот с нуля прям по сути нам нужно три одинаковых оранжевых и 50 деталей экипировки ну то есть по сути это у нас 23000 жестянок на одну улучшенную оранжевую деталь экипировки 23000 у нас их 5 соответственно понимаем это уже 115000 если вы хотите себе улучшенный один раз комплект ну вот дальше будем смотреть сколько будет суть второе улучшение то есть и цена резко я думаю возрастет но еще как минимум в 2-3 раза то есть по сути на максимально улучшенный оранжевый комплект нам нужно будет лету на среднем от 300 до 500 тысяч жестянок но это уже будет конечно жирно не забываем это только для одного героя у нас их как бы в бтре 3 поэтому желательно наверное бы вам хотя бы на ваш самый крутой бтр нацепить на каждого героя комплект и вот ну в общем здесь если донатить то как говорится донатить не передонатить очень очень много нужно чтобы прям золотые на собирать вот ну соответственно будем смотреть по оранжевым здесь будем пробовать это все тестировать вот на собирающую на улучшение прокачаем оранжевую покажу вот мы потом посмотрим соответственно что с ней будет а сейчас переходим соответственно к фиолетовым перешли мы на другую базу а вот у меня уже здесь есть фиолетовая улучшенная 1 но к сожалению этот момент к улучшению у меня он хоть и записывался хотел вам показать но что-то пошло не так и так есть фиолетовый автомат улучшенный вот его статы соответственно вот там где у нас плюсик это у нас открывались на выбор три позиции эксклюзивный солдат транспорт стрелки бойцы ну то есть мы могли и можем там при улучшении выбрать для какого вида войск еще будет дополнительный бонус вот ну так как я здесь пользуется в принципе на лошади то есть я поставил транспорт и все вот ну естественно я смогу с лошади как сейчас вот снятия день на любого другой для другого героя в принципе думаю даже не с машинками просто этот бонус работать будет только там где есть машинки ну тут как бы ничего сложного вот и вот именно этот бонус я хочу еще посмотреть при улучшении оранжевый мне кажется здесь оранжевый будет побольше ну хотя бы 20 я надеюсь вот что здесь по сути по фиолетовым ну сейчас я не буду здесь меня из нее что-то делать в общем нам нужно вот такое вот количество автоматов для улучшения одного автомата как бы это странно звучало но в общем мы берем один и для того чтобы улучшить нам нужно три дубля если в оранжевых нужно было два то здесь три и соответственно еще нужно будет 10 деталей экипировки то есть но еще 1000 жестянок вот по сути по цене до получается у нас что выходит чтобы сделать один улучшенный фиолетовый автомат либо деталь экипировки фиолетового нам по сути нужно четыре этих фиолетовых детальки а это по 1200 это у нас уже получается 4800 ну и соответственно 10 наших деталей экипировки это 5800 и у вас одна улучшенная фиолетовая деталь экипировки 5800 золотая стоит 6 напоминаю но здесь будет улучшенная по статам в принципе в принципе фиолетовая улучшенная будет превосходить золотую не улучшенную потому что стат тоже 3 вот там у нас хоть и четвертая но она открывается уже на улучшение то есть тоже 3 еще и бонус то есть ну и в принципе по цифрам здесь немножко фиолетовые будут выходить чуть лучше но фиолетовые улучшенные фиолетовые не улучшенные не будут лучше оранжевых а вот то есть вот таким вот образом и соответственно ну вот у вас 5800 по сути это у нас на одну улучшенную фиолетовую у вас их 5 в комплекте соответственно 24 тысячи жестянок вам нужно на фиолетовый комплект повторюсь бонусов от комплектов нет никаких то есть вы просто одеваете и все то что есть вот в самом в самой экипировке то он у вас и будет вот поэтому прям принципиально в принципе я не вижу смысла одевать если вы собираетесь одевать фиолетовые прям брать все комплекта можете брать только те которые подходят вашему герою которому вы одеваете ну допустим не знаю если взять там для примера ну вот допустим вот такой бтр я допустим лучше возьму там три фиолетовых 1 на атаку лошади три фиолетовых на защиту на очки здоровья 1 допустим цезарю потому что на первом ряду вот ну и что-нибудь что там на атаку возможно настюхи вот таким вот образом да то есть не полным комплектом там две там три на вот и так далее то есть разбить этот фиолетовый комплект так в принципе можно то есть но одевайте именно исходя из того какие статы нужны от экипировки вашему герою потому что комплекта нет от фиолетового поэтому особо париться и собирать допустим лошади все пять материалов детали экипировки не нужно но повысится ему там где-то защита но очки здоровья но мы сами знаем что этот герой он атакующий ему это в принципе менее полезно чем тому кто стоит на первом ряду ему было бы это более полезней вот но это такое отступление исходя из так сказать уже ближе подходим к делу вот и так что у нас здесь еще по самой экипировки ну по улучшению в принципе я показал да то есть вот она базовая статус соответственно улучшенных чуть лучше самое важное что сейчас хотелось бы отметить и ответить я думаю принципе себе и вам на вопрос что же лучше сейчас брать оранжевую одну там или уже две кто насобирал вот или в принципе взять фиолетовый комплект вот ребят ну здесь на самом деле все просто и сейчас у нас пока такая возможность есть и так возьмем даже просто синюю если нажимаю брать она мне показывает игра наша что мне вернется 150 жестянок это стоимость синий в магазине то есть по сути возвращается сто процентов жестянок то же самое с фиолетовыми но здесь я не покажу вот но это я уже проверял здесь возвращается 1200 чем это говорит то есть ну пока это все работает в принципе можно взять фиолетовые по нацеплять разных там на разных ваших героев ну или хотя бы там на один бтр и кататься а потом соответственно со временем разобрать их и вернуть все потраченные на это жестянки соответственно взять там пару оранжевых допустим единственный момент какой это все возвращается с базовых деталей экипировки то есть если она улучшенная вот как здесь если нажимаю брать мне вернуться только детали киперок то есть потраченные 10 моих материалов не вернуться то есть ну по сути тысячу жестянок я потеряю вот но сами 4 автоматом не вернуться я смогу разобрать получить 4800 жестянок со всех четырех вот в принципе и дальше бегать поэтому улучшать я думаю если вы собираетесь на время покататься с фиолетовыми а потом брать золотые улучшать конечно же не стоит вот что дальше опять же что же брать ну ребят если мы возьмем комплект пять фиолетовых он по цене выйдет как одна золотая да то есть еще двести на пять то на шесть тысяч давайте посмотрим меч три статы которые прибавляются атака тактическая атака и повышение урона от обычных атак за 6000 жестянок по сути а теперь сложим все статы вот которые у нас идут от пяти фиолетовых я даже не буду сейчас до конца их сильно складывать вот но в принципе я могу сказать сразу в каждой фиолетовой по два бонуса и всего их пять да то есть получается 10 бонусов мы получаем каких-то там здоровья защита атака с оранжевым получим всего лишь три да они может быть будут чуть чуть лучше выходить даже чем те которые от фиолета выходят но тут всего три а там 10 поэтому логично естественно использовать фиолетовый комплект вот либо фиолетовые детали на какой-то период времени то есть на стартовый единственное хочу сразу сказать всем ребят то есть это я не призываю это раз во вторых мне допустим стремно почему потому что а вдруг завтра разрабы поменяют стоимость возврата жестянок и получится так что вы накупив кучу разных фиолетовых деталей экипировки потом сможете вернуть себе не полностью сто процентов потраченных жестянок на них ну вот допустим вот бах завтра и вводят и тогда как говорится мы попадаем на огромное количество жестянки и соответственно наше оранжевое оборудование немножко так сказать откладывать поэтому у нас свой страх и риск это может никогда не произойти и вы сможете побегать с фиолетовыми а может и произойти мало ли вот сейчас дойдут разработчики поймут что зря они это сделали что так можно и соответственно все но хотя у нас как бы езда детали которые тоже можно разбирать получать обратно все те же материалы то есть после технологий и так далее поэтому в принципе можно вот но кто готов рискнуть или так далее то есть ребят говорю сразу 5 фиолетовых лучше одной оранжевой но как только вы начинаете оранжевую улучшать соответственно уже пойдет перевес в другую сторону но я сомневаюсь сомневаюсь что это будет прям так быстро на по тому сколько это все стоит в плане жестянок поэтому пока можно фиолетовыми я же буду для вас пытаться потихоньку собирать одну оранжевую и до потолка ее пилить чтобы вам показать что там будет самом конце какие бонусы вот ну и так далее вот на остальных базах пока там по-разному идем будем смотреть вот что теперь по поводу еще улучшенных как вы понимаете если вы фиолетовые детальки по улучшаете откроется еще один бонус и они будут однозначно уже соответственно лучше плюс но мы сами уже считали да то есть 5 800 на одну улучшенную фиолетовую и соответственно практически 5 800 6 стоит 1 оранжевая а вот давайте их просто даже сравним здесь у нас атака 18 тактическая так 12 повышение урон от обычных атак 3 пересмотрим что у нас здесь атака 15 там атака было 12 если я не ошибаюсь или даже 18 час атака 18 так есть к так а 12 обычно таки 3 18 12 3 nokia здесь у нас 15 10 и еще атака 15 там урон от обычных атак плюс 3 процент я думаю про так а плюс 15 лучше чем урон от обычных атак плюс 3 процента плюс дополнительно еще открывается еще плюс 10 атаки ну допустим для машинок того в сумме плюс 40 процентов к атаке 40 и тактическая атака 10 там 18 атака здесь 40 там 12 тактическая так одну здесь 10 вот там еще урон от обычных атак ну условно конечно можно сказать что оранжевая лучше особенно если потом улучшать перспективе то конечно это однозначно но в это долгосрочной перспективе а в краткосрочной перспективе фиолетовая даже улучшенная будет лучше одной оранжевой при той же по сути затраченной стоимости но не забывайте что когда вы будете разбирать вы потеряете детали экипировки а их нужно 10 чтобы улучшить фиолетовую улучшенную материал деталь экипировки ребят ну сорян короче можно пробовать вот но опять же как вы поняли на вот эти вот моменты проблемы собирайте пробуйте фиолетовые разбавлять как я вам говорил в принципе на конкретного героя одну две три хотя бы который там ему подходит до собирать и возможно комплекты кто терпелив кому в принципе не особо важно это все не гонится и так далее пробуйте вместе со мной собирать сразу оранжевые в любом случае ребят в краткосрочной опять же скажу перспективе фиолетовые будут лучше вы их сможете взять больше нацепить на разных героев получать сразу же бонус оранжевый пока вы соберете даже если вы собрали вот один там меч как у меня ну какой от него толк когда он один соперника может быть там 10 фиолетовых или уже 15 фиолетовых а у меня один золотой на одном герое в одном бытере а у соперника уже там нельзя три фиолетовых комплекта в одном бытере то есть естественно как бы бонусов там будет больше но это опять же в краткосрочной перспективе когда вы потихоньку эту всю весь этот шарик весь этот снежный ком наберете наберете кучу жестянок а вот и у вас будет там фиолетовый комплект превратиться в оранжевый или у тех у кого его не было он появится то соответственно в долгосрочной перспективе нужно как и в принципе клинок до ядовит клинок собирать в золоте и здесь тоже самое то есть как в начале игры вы можете в самом самом начале игры побегать там с фиолетовым фантомом потому что у вас хотя бы какие-то детальки будут у соперников нет вот то все равно в перспективе все переходят к чему правильно к золотому ядовитому клинку также и здесь все в перспективе должны прийти к золотому комплекту ну пока ребят на этом у меня все будут соответственно открытия новые будем продолжать буду показывать снимать увидимся в новых видосах и пока пока